всех приветствую на своем канале по вязанию меня зовут лена в этом видео мастер-классе я наконец доделала долгожданный джемпер под вставки узором и веточек вот джемпер предназначен на возраст 3-4 года по размерам сейчас сразу скажу его ширина 33 сантиметра длина по спинке то есть от начала горловины до низа изделия составляет 40 сантиметров высота проймы 14 сантиметров и длина рукава 34 сантиметра вязать мы будем вот по этой схеме здесь у нас идет один цветочек он у нас дублируется симметрично на второй половине и по центру идет вот такая вот полоза с ожирными такой вот с ожирной дорожки накиды и убавочки делать не обязательно то есть вы можете оставить просто изнаночную гладь но я решила оставить вот такую лицевую дорожку она как бы делит нашу наш наше изделие на пополам а вот этими отверстиями дырочками я хотела обыграть вот эти накида на наших листочках теперь давайте по материалу на изделие я взяла два вида пряжи это ализе суперлана классик и ализе ангара голд это два разных оттенка то есть они розового цвета но разных оттенков код цвета классик 161 по метражу это 180 метров на 100 грамм а вот по составу они почти одинаковые 25 процентов шерсти 75 акрива ангора голд имеет 80 процентов акрила 20 процентов шерсти и по метражу составляет 550 метров на 100 грамм код цвета 363 то есть этот оттенок более светлый и джентль получается с таким вот меланжевым оттенком по весу вес общий 230 грамм то есть такого цвета суперлана классик нам понадобится 2 мотка отсюда мы где-то и с расходом как раз 130 грамм и 1 мотачка ангары голд не хватило полностью на весь джемпер у меня даже осталось буквально там грамм 10 вот целого мотка и так как мы вообще будем вязать его вязать мы будем его без швов по кругу и так набирать на спицы четыре с половиной мы будем сто десять петелек то есть на спинку и на перед у нас идет по 55 петелек вот после того как мы свяжем резиночку мы с нами с вами перейдем на спицы номер пять для цветка в каждом цветочке мы добавим по одной петельки то есть здесь у нас будет прибавка на цветок две петли и в следующем цветке также будет прибавка так как у нас идут здесь небольшие скрещивания чтобы дополнительно не стягивал полотно я обязательно делаю при бабочки там где у меня вообще все есть вот теперь крещение петелек ближе к плечевым швам мы их убавим как только перестанем вязать сам узор так до самого узора свободное количество петелек я вижу лицевой клади в данном случае мне оставалось по 6 петелек то есть 6 лицевых потом узор и 6 лицевых по моему узор у нас составляет сорок семь петелек вывязывать мы его будем из сорока трех петелек и путем прибавления в 4 петелек мы вот эту разницу восполнили затем мы вяжем просто по кругу до проймы убавляем на проймы по четыре петли то есть по две петли с края каждой детали и уже переходим на вязание отдельных деталей то есть продолжаем вязать спинку поворотными рядами оставляем петельки открыты так в том числе открытой у меня остается горловина то есть видите она за счет вот этих открытых петелек она более растяжимая вот и затем переходим с вами на вязание горловина убавляем петельки на нее соединяем плечевые швы с помощью крючка поэтому не забывайте оставлять ниточку подлиннее так как нам нужно примерно в пять раз больше чем закрываемый участок а горловину можно связать на любую выбранную вами высоту в том числе и даже можно сделать свитер с подворотом закрываю я как обычно эластичным способом с помощью накидов затем на спицах номер 5 мы набираем с вами рукава рукава вяжется очень очень просто это просто лицевая гладь убавление покажу как сделать за один ряд убавления мы убавляем как обычно по две петельки в одном ряду вот вяжем вниз переходим снова на спицы номер четыре с половиной и довязываем маншет вот в принципе и такое вот краткое пояснение этой модели я постараюсь также написать как рассчитать его на другие размеры вот обычно я беру параметры либо уже готовых выкрик либо измеряю какую-либо одежду которая хорошо сидит на малыше готовыми выкриками очень удобно пользоваться подставляем свои значения и вяжем также по плотности еще хотела сказать здесь плотность 16 половина петелек допустимо 17 метелек на 10 сантиметров и в высоту у нас идет двадцать пять с половиной рядов либо 26 тоже допустимо вот также на 10 сантиметров это высоту если у вас нет данной пряжи сюда отлично подойдет alize lana gold только подберите спицы так как там возможно придется спицы взять на 1 размер поменьше то есть спицы номер четыре с половиной либо пять это зависит также пятерочку оставить но это зависит уже от способа натяжения вашей нити как вы вяжете лично у меня подходит также пятерочка чтобы попасть вот в эту плотность alize lana gold это почти такая у меня самая популярная пряжа на канале из нее я наверно связал большинство своих изделий вот подпишу также внизу под видео полный ход работы если я где-то ошибаюсь либо что-то забываю сказать вы всегда найдете там необходимые вам подсказки вот также вы там найдете ссылку на саму схему данного цветка этот цветок очень удобно еще также применить например связать кофточку очень красиво будет ложиться на полочке либо даже можно связать джемпер либо свитер с одной веточкой по середине вот наверное на этом все и давайте приступать к вязанию на одну спицу номер четыре с половиной я буду набирать 110 петелек плюс 1 дополнительная для замыкания в круг то есть общее число петелек набранных в начале 111 выбираю я самым обычным способом не сильно затягивая нить после того как мы набрали нужное количество петелек мы распределяем петли по спице обязательно смотрим чтобы наша косичка нигде не перевернулась и не перекрутилась и объединяет круг петельку с левой спицы мы снимаем набрасываем на нее петельку справа спицы и возвращаем назад ниточки подтягиваем и начинаем вязать резиночку один на один чередуем лицевую изнаночную лицевая изнаночная первый ряд мы провязываем полностью за переднюю стеночку после того как я провязала первый ряд отмечая начало ряда марки ручка и продолжаю вязать резиночку один на один при этом лицевую я провязываю за переднюю стеночку а изнаночную петлю провязываю за задние петельки я всегда вяжу за правую стеночку петли чтобы не получить скрещенное продолжаем вязать резинку на высоту примерно 3-4 сантиметра после того как я провязала резиночку на 10 рядов я сменила спицы на номер 5 отмечаю также начало маркера маркером начало ряда и приготовлю еще два марки ручка ими я отмечу центральный центральную полосу чтобы не запутаться в изнаночных петельках по бокам у нас будут вот такие как бы веточки из цветов и посередине будет проходить такая незатейливая просто полоса из лицевой петельки и по обе стороны от нее будут накиды и у бабочки но по изнаночным петелькам ну дальше мы с вами это все увидим уже более наглядно марки ручки желательно приготовить те которые отличаются от нашего уже который на начале ряда сейчас мы сразу начнем с первого ряда вывязывать с вами узор при этом мы сделаем с вами небольшие прибавления они будут совсем совсем маленькие то есть вот в этом цветочки мы сделаем по две петли при бабочки в изнаночных петельках и по вторую сторону от центра также сделаем прибавку в 4 в 2 петли то есть при распределении петелька мы будем учитывать то что наш как бы узор будет на 4 петли меньше чем он сейчас представлен сейчас я объясню как то есть если посчитать этот цветок центральный узор и цветок сбоку у меня выходит 47 петелек но эти 47 петелек мы с вами получим уже из 43 вот так как в 43 мы прибавим 4 петли 200 и еще 2 в следующем цветке теперь нужно от 55 а это ширина нашего переда отнять 43 петли получается у нас лишние как бы 12 петелек их мы делим пополам получаем по 6 петель то есть до нашего центрального узора до и после будет по 6 лицевых вот с них мы как раз с вами и начнем вяжем первый ряд будьте внимательны там где у нас лицевая мы провязываем за переднюю стеночку лицевую где у нас была изнаночная лицевой мы ввязываем за заднюю стеночку то есть первом ряду мы провязываем также петельки все за правую стенку петли связали 6 лицевых и переходим на узор прибавочку предлагаю делать ближе вот уже к лицевым то есть смотрите 1 2 3 4 5 6 7 7 изнаночных петелек мы их будем получать с вами из 6 смотрите вяжем изнаночную петлю 1 2 3 4 5 и 6 петлю делаю прибавку сначала провязываю петлю за заднюю стеночку затем провязываю петлю за переднюю стенку вот мы и получили 7 петель дальше вяжем лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая лицевая изнаночная лицевая здесь они у нас даже чуть-чуть видите совпадают и также до вот этого центрального узора мы также довязываем 7 изнаночных прибавку здесь делаю в зеркальном отражении то есть первую петлю 1 2 то есть из одной петельки я получил две петли 3 4 5 6 7 и как я говорил чтобы не путаться в наших узорах я отмечу начало центра уже марки ручка первый ряд у нас состоит из 4 изнаночных лицевая 4 изнаночных 1 2 3 4 лицевая и снова 4 изнаночных и снова у нас будет с вами цветочек цветок смотрите у нас абсолютно точно также вяжем как первый цветок то есть из 6 петелек мы получаем 7 изнаночных 45 в шестую петлю 3 бабочка и теперь вяжем лицевая изнаночная лицевая лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая и в циркальном отражении мы с вами делаем сначала при бабочку в первую петлю прибавление нам нужны для того что когда пойдут вот эти вот скрещивания у нас чуть-чуть не сужал плотно ну я люблю их делать мне хочется чтобы он такой был более не стянутый такой полотном более воздушный более фактурный получился узор сделали при бабочку вяжем три четыре пять шесть и семь все узор полностью закончен и в конце переда мы вяжем 6 лицевых три четыре пять шесть и так как у нас было на спереди нечетное количество петелек у нас с вами осталось массовичная лицевой петли с лицевой начали лицевой мы закончили теперь пересчитайте по спинке чтобы у нас осталось также с вами 55 петелек спереди у нас теперь на 4 петли побольше но я их пока нигде не учитываю на время я также спинку отмечу начало спинки марки ручкам и вижу лицевую гладь также смотрите в первый ряд я провязываю там где была лицевая вижу за переднюю стеночку там где была изнаночная провязываю за заднюю стеночку независимо от того какую петельку я из нее вывязываем навязываем первый ряд до конца второй ряд мы провязываем уже просто по сложившимся узором вяжем с вами начале 6 лицевых затем также по рисунку что у нас должен уже сложиться это 7 изнаночных изнаночные за заднюю стеночку провязала затем лицевая изнаночная центральная лицевая изнаночная и лицевая то есть у нас видеть по центру будет такая вот центральная то есть одна из лицевых будет идти по центру она будет идти на протяжении всего цветка вот и у нас цветочек с вами уже заканчивается также в семью изнаночными петельками и пошел центральный узор центральный узор в четном ряду точно также выглядит это 4 изнаночных лицевая и 4 изнаночных и второй цветок вяжется абсолютно точно также то есть второй цветок я уже показывать вам не буду вот в четных рядах у нас никаких изменений происходить вообще не не будет все манипуляции все скрещивания накида или что-то еще у бабочки у нас будет происходить только в нечетных рядах то есть 1 3 5 7 9 и так далее сейчас мы с вами довязываем до конца второй ряд у меня начинается третий ряд я уже буду останавливаться непосредственно на узоре не включая видео начальные 6 лицевых а сразу буду останавливаться перед изнаночными петельками и так с третьего ряда мы начинаем вязать 6 изнаночных 1 2 3 4 5 6 далее у нас с вами будет идти перекрещивание можно взять дополнительную спицу убирать вот эту петлю за работу провязывать лицевую но здесь так как идет у нас перекрещивание только на одну петлю предлагаю действовать следующим образом здесь у нас идет перекрещивание и вот это уже лицевая она у нас должна идти как перед работой то есть мы ее провязываем первую то есть эту изнаночную пока не трогаю вяжу сразу вторую лицевую провязываю лицевой и теперь только провязываю изнаночную петлю также лицевой за заднюю стеночку вот и все то есть все что у нас теперь изнаночные будут уходить во внутрь вот этого лепесточка они будут превращаться у нас лицевые петли далее у нас также идет изнаночная центральная лицевая изнаночная и снова идет перекрещивание только теперь у нас как бы изнаночную петлю мы будем 1 провязывать ее мы провяжем лицевой я просто захожу за работу провязываю за заднюю стеночку лицевой и только потом провязываю лицевую за переднюю стеночку то есть мы как бы сделали перекрещивание без с помощью каких-либо других приспособлений и уже до конца цветка я довязываю 6 изнаночных петелек мы дошли до центрального узора здесь у нас через каждые четыре ряда будут с вами эти накиды и убавления они будут одинаковыми вот поэтому каждый раз на них тоже останавливаться не буду здесь они достаточно просты смотрите мы вяжем одну изнаночную петельку затем нам нужно провязать 2 изнаночных вместе но так как я не особо понимаем технологии вязание за заднюю стеночку я всегда изнаночные переворачиваю так чтобы их можно было связать вместе за переднюю стеночку и затем делаю накид вяжу изнаночную петлю далее все по рисунку лицевая изнаночная и после этого сначала делаю накид и снова переворачиваю 2 изнаночные так чтобы их можно было связать за переднюю стеночку вот довязываю изнаночную петлю давайте в самом начале я покажу вам все таки еще раз перекрещивание наших лепесточков так как я по моему ни разу так не делала в своих видео вот смотрите провязала 6 изнаночных петелек и теперь мне надо чтобы лицевая легла как бы поверх вот этой изнаночной петли поэтому я сначала провязываю лицевую за переднюю стеночку а затем изнаночную провязываю но также лицевой но за заднюю стеночку и вот петельки после этого снимаю затем вяжу изнаночную центральную лицевую это вот этот стебелек снова изнаночная и второй вид скрещивания у нас как бы снова лицевая будет положиться поверх изнаночной только здесь мы сначала заходим за работу и провязываю сначала изнаночную за заднюю стеночку и потом возвращаюсь и вяжу лицевую за заднюю стенку и затем обе петли только снимаю вот и все довязываем до конца 6 изнаночных вяжем до конца нашу наш перед довязываем нашу спинку просто лицевыми петлями и встретимся с вами в четвертом ряду вот я покажу просто как ориентироваться далее по узорам во всех четных рядах как я говорила а это у нас четвертый ряд мы вяжем уже по рисунку то есть после вот этого перекрещивания у нас также с вами остается только 6 изнаночных затем у нас две лицевые так как перед перекрещивание лицевой с изнаночной петлей мы изнаночные поменяли на лицевую далее вяжем изнаночную лицевую изнаночную и снова в зеркальном все отражение это у нас две лицевые и 6 изнаночных петелек по центральному узору у нас все будет однотипно то есть это также 4 изнаночных то есть и накид и убавление мы провязываем просто изнаночными петельками причем накид видите у меня чтобы оставалось отверстие я провяжу за переднюю стеночку то есть у меня также получилось 4 изнаночных лицевая и 4 изнаночных вот и все и цветок мы уже снова повторяем а с вами мы встречаемся уже в пятом ряду пятый ряд с каждым нечетным рядом у нас будет изнаночных становиться меньше меньше и меньше то есть у нас как бы вот это лицевая будет продвигаться по диагонали вперед поэтому я вам предлагаю еще раз посмотреть вот непосредственно вот эти вот перекрещивание вот а далее я думаю вы справитесь самостоятельно так как они достаточно однотипно в своем исполнении то есть если в третьем ряду мы вязали 6 изнаночных теперь мы вяжем на одну изнаночную меньше вяжем 5 изнаночных и повторяем перекрещивание то есть сначала мы провязываем лицевую за переднюю стеночку лицевой а затем уже изнаночную также лицевой за заднюю стеночку и снимаем обе петли затем вяжем одну лицевую и изнаночная лицевая изнаночная это то что у нас идет по центру далее у нас идет все в зеркальном отражении то есть 1 изнаночная и вот это последний из изнаночных всегда будет стремиться на лево здесь лицевая в начале будет стремиться направо здесь после центральной вот этой стебель как можно так сказать сначала мы провязываем изнаночную петлю за заднюю стеночку лицевой и затем только вяжем лицевую петельку за переднюю стеночку снимаем сразу обе петли и довязываем уже 5 изнаночных то есть смотрите в седьмом ряду мы уже довязываем 4 изнаночных девятом ряду 3 изнаночных в одиннадцатом ряду 2 изнаночных то есть я вам предлагаю здесь уже встретиться только в двадцатом ряду то есть однотипные убавления мы с вами убавление перекрещивания делаем то есть постепенно расширяя как бы наш лепесток количество лицевых петелек у нас будет постепенно увеличивается то есть сейчас у нас было три уже лицевых после пятого ряда после седьмого ряда у нас уже будет 4 лицевых и так после 11 ряда то есть когда мы будем провязывать 12 ряд у нас будет 2 изнаночных и 6 лицевых думаем достаточно просто здесь по схеме ориентироваться а в этом в центральном узоре тоже все остается точно также смотрите в этом ряду мы я же просто 4 изнаночных за заднюю стеночку лицевая и изна и снова 4 изнаночных главное не потерять петельки все далее здесь я повторю наш уже узор что я уже делала в пятом ряду а по центральном узору смотрите здесь мы делаем отверстие через каждые четыре ряда то есть мы сделали то в третьем 3 плюс 4 это седьмой ряд плюс еще четыре это 11 ряд убавление убавление изнаночных я вам показывала то есть мы вяжем изнаночную петельку затем 2 изнаночных вместе накид изнаночная лицевая изнаночная накид 2 изнаночных вместе и довязываем изнаночную петлю то есть вот эти четыре изнаночных лицевая 4 изнаночных они как бы будут идти у нас на протяжении всего уже узора просто делаем небольшие вот такие отверстия вот этой полосой я как бы поделила вот визуально вот эти наши два цветочка вот решила что она просто необходимо и давайте все таки если будут у вас вопросы вы здесь напишите мне в комментарии вот схему я обязательно сделаю отдельный пост на своих других каналах на дзен и вк оставлю обязательно ссылочки внизу в описании нашего хода работы вот а пока давайте продолжим вязание и встречаемся уже в тринадцатом ряду у меня начинается 13 ряд с этого ряда в лепесточках мы с вами начнем делать накиды и убавление перекричивание не будет убавление у нас также будут расходиться по диагонали теперь мы с вами будем уменьшать лицевую гладь что мы создали в листике сейчас у нас по схеме идет 2 изнаночных 6 лицевых дальше идут по центру изнаночная лицевая изнаночная и снова 6 лицевых 2 изнаночных как я говорила по центру у нас идет просто чередование у бабочек с обычными рядами то есть где у нас убавка и накид потом провязываем 4 ряда их повторяем наш узор там я думаю ничего сложного нет итак у нас начинается 13 ряд мы начинаем его с 2 изнаночных как я говорила уже на боковых лицевых я останавливаться не буду далее мы вяжем с вами 4 лицевые дальше до идет у бабочка мы провязываем петельки за переднюю стеночку у первого листочка до центра затем делаем накид вяжем изнаночную петлю затем провязываем лицевая изнаночная и в зеркальном отражении у нас то есть идет сначала накид затем убавление но убавляем мы здесь за заднюю стеночку при этом я предварительно перевернула петельки и провязываю их вместе далее довязываю 4 лицевые и 2 изнаночных по центру я уже сняла свои марки ручки так как стало более-менее ориентироваться по центру у нас остается 4 изнаночных лицевая 4 изнаночных в этом ряду у меня идет без бабочек и давайте еще раз повторим вот этот цветок на втором так сказать экземпляре снова вяжем 2 изнаночных 4 лицевых здесь мы делаем у бабочку за переднюю стеночку убавили две последних делаем накид и вяжем центральные изнаночную лицевую изнаночную и теперь зеркальном отражении то есть сначала делаем накид затем я переворачиваю петельки так чтобы их можно было связать за заднюю стеночку довязываем 4 лицевые и 2 изнаночных довязываем 13 ряд до конца и встречаемся в 14 ряду в четном ряду я остановилась лишь затем чтобы показать что как мы будем провязывать накид то есть у нас остается также 2 изнаночных далее у нас идет 5 лицевых то есть 5 лицевая это у нас как раз убавленные 2 петельки и накид мы провязываем изнаночной петли опять вяжем центральную изнаночную лицевую изнаночную снова накид снова провязываем изнаночной петелькой и уже потом довязываем с вами 5 лицевых и 2 изнаночных вот и все еще раз встретимся с вами в пятнадцатом ряду и дальше я вам все-таки предлагаю довязать это самостоятельно до 22 ряда 15 ряд он у нас также начинается с 2 изнаночных петелек далее мы вяжем уже три лицевые и делаем убавление у первого листика убавления мы делаем за переднюю стеночку дальше делаем накид и уже довязываем 2 изнаночных центральная лицевая снова 2 изнаночных и в зеркальном отражении то есть сначала мы делаем накид и провязываем 2 петельки вместе за заднюю стеночку довязываем 3 лицевые и вяжем 2 изнаночных далее центральном узоре у нас упадает так что мы делаем с вами убавление то есть вяжем 1 изнаночная переворачиваю 2 петли провязываю их вместе изнаночной петелька делаем накид снова изнаночная центральная лицевая накид ой изнаночная накид 2 петельки вместе изнаночная петля далее повторяем 2 цветок как вы помните изнаночные мы провязываем из накид мы провязываем изнаночными петельками и в шестнадцатом ряду у нас уже от лепесточка остаются 14 уй блин 4 лицевые и уже будет 3 изнаночных до центральной лицевой вот потом с каждым разом у нас будет уменьшаться лицевые петельки то есть у нас по диагонали будут вот так закрываться петли здесь мы делаем убавку за переднюю стеночку здесь провязываем за заднюю стеночку впоследствии в четных рядах накида мы все провязываем изнаночными петельками то есть у нас постепенно увеличивается от центральной лицевой в обе стороны изнаночные петельки и уже в двадцать втором ряду после того как мы сделаем последнюю бабочку у нас будет 2 изнаночных лицевая и 1 2 3 4 5 6 6 изнаночных 6 6 петля изнаночная это накид вот центральная лицевая снова 6 изнаночных лицевая и 2 изнаночных и мы уже с вами встретимся в двадцать третьем ряду и будем делать шишечки у меня начинается 23 ряд смотрите теперь до центрального вот этой линии из лицевых петелек мы провязываем полностью изнаночными петельками 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 изнаночных 2 смотрите лицевую мы тоже провязываем изнаночной 3 4 5 6 7 8 9 и на центральный лицевой сделаем шишечку шишечку я вывязываю следующим образом поднимаю протяжку возле до лицевой петельки набрасываю на спицу и провязываю скрещенной лицевой далее вяжу лицевая накид лицевая в саму петлю затем снова поднимаю протяжку набрасываю ее на спицу и также провязываю скрещенной лицевой как бы мы получили 5 петелек переворачиваем вязание и 1 кромочная 4 изнаночных это второй ряд нашей шишечки снова переворачиваем и знание шишечку третий ряд снимаем кромочную вяжем 5 лицевых 4 кромочная 4 изнаночных и переворачиваем вязание теперь снимаю 2 петли 3 сниму и 2 последних провязываем вместе то есть это 5 заключительный ряд шишечки провязала петли вместе и вот так вот по очереди набрасываю все оставшиеся петельки теперь чуть подтягиваю нить и вижу оставшиеся 9 изнаночных до конца не забывайте что листик вот этот лицевой мы тоже провязываем изнаночной обязательно смотрите чтобы шишечка у нас не ушла на изнаночную сторону и во втором цветке мы ее еще раз повторим я дошла до центрального стебелька поднимаю протяжку одеваю ее на спицы и провязываю скрещенной лицевой из петельки на спице вяжу лицевая накид лицевая и снова поднимаю протяжку и провязываю ее скрещенной лицевой переворачиваю вязание это идет второй ряд вяжем кромочную и 4 изнаночных третий ряд это кромочная и 4 лицевые последний раз провязываем изнаночный ряд кромочные 4 изнаночных и в этом ряду закрываем все петельки то есть из пяти вывязываем снова одну последние две провязываю вместе и остальные петельки вот так набрасываю на них подтягиваю хорошенько ниточку и довязываю оставшиеся 9 изнаночных кстати в этом ряду у меня по центральному узору идут убавочки и накид посмотрите чтобы не спутаться и не пропустить далее мы довязываем с вами двадцать третий ряд и встретимся в двадцать четвертом в двадцать четвертом ряду мы также вяжем узор до шишечки провязываем 9 изнаночных изнаночных и шишечку вяжем лицевой петлей затем уже довязываем оставшиеся петельки и мы затем с вами встречаемся в двадцать пятом ряду шишечки мы уже будем делать на изнаночных петельках двадцать пятом ряду мы не довязываем до центральной лицевой одну изнаночную петлю и из нее делаем шишечку по такому же принципу набрасываем протяжку увязываем из нее петлю затем лицевая накид лицевая и снова из протяжки увязываем петлю переворачиваем вяжем также кромочную 4 изнаночных третьем ряду кромочную 4 лицевые и последний раз кромочная и 4 изнаночные и закрываем все петельки подтягиваем шишечку вяжем центральную лицевую и повторяем наш узор начиная с протяжки затем вяжем в петлю лицевая накид лицевая и протяжка повторяем нашу шишечку после того как мы провязали вторую шишечку довязываем 8 изнаночных петелек и продолжаем вязать делаем шишечки на втором цветке и встретимся с вами в двадцать шестом ряду в четном двадцать шестом ряду эти шишечки мы просто провязываем изнаночными то есть также вяжем 9 изнаночных здесь они у нас расположены пока что за переднюю стеночку так как мы вязали шишечку лицевой снова вяжем лицевую и 9 изнаночных вот и все такие вот шишечки нас получились смотрите затем двадцать седьмом ряду мы с вами снова вяжем изнаночных 9 1 лицевая 9 изнаночных и а центр у нас получается то что будет последний раз бабочка и накид вот затем вяжем двадцать восьмой ряд и уже снова встретимся с вами в первом ряду начала узора я просто покажу как заново распределять петельки то есть переходить от одного раппорта на другой вот и уже потом будем довязывать изделие добром самостоятельно мы довязали один раппорт узора до конца я провязала 28 ряд и мы начинаем его с нового ряда смотрите он в общем будет похож просто здесь не будет уже никаких прибавлений так как вы помните мы делали при бабочки в изнаночных петельках теперь мы просто вяжем по узору то есть провязываем 1 2 3 4 5 6 7 7 изнаночных далее 1 лицевая и так как у нас здесь была изнаночная петля до этого мы ее провязываем за заднюю стеночку затем центральная изнаночная изнаночная лицевая изнаночная и получаем снова лицевую и довязываем оставшиеся 7 изнаночных петелек вот в принципе и все далее вяжем второй ряд уже как по узору и далее у нас начинается скричивание то есть все как мы делали уже в самом начале если вы чуть-чуть подзабыли как это сделать просто отмотайте видео назад и найдите нужный вам этап а здесь мы по центру продолжаем также вязать у нас рисунки совпадает то есть здесь также идет без каких-либо убавлений просто провязываем 4 изнаночных лицевая 4 изнаночных и повторяем снова наш узор цветка то есть у нас просто вывязывается лицевые из восьмой по счету изнаночной а здесь если считать от лицевой это 2 изнаночная вот и все четные ряды мы вяжем по узору ничего не меняю не перекрещивание убавляя действуем только по схеме схемой я обязательно выложу на других своих каналах также вы можете сделать ее скриншот и все а мы продолжаем с вами уже вязать доброй я провязала два полных рапорта узора смотрите по длине чуть расправленном виде это примерно двадцать пять с половиной сантиметров не это вместе с резинкой то есть от начала набора теперь мы закроем с вами петельки на проймы и будем затем вязать только спинку в последнем ряду это у меня получается пятьдесят шестой ряд у нас в рапорте узора двадцать восемь рядов напоминаю вот и это пятьдесят шестой ряд я не довязала на две петли то есть я сейчас закрою две петельки с конца спинки две петли сначала переда провязываю первую петлю затем вторую и набрасываю на нее предыдущие это я закрыла одну петельку затем считаем 2 3 и 4 то есть от шести лицевых петелек в начале у меня осталось только четыре вместе вот с этой петли в дальнейшем это будет кромочная и провязываю перед до конца также остановлюсь провязав только четыре лицевые у нас всего их шесть но две петельки мы также затроем с конца переда и две петли сначала спинки обязательно я продолжаю по узору то есть сейчас я формирую первый ряд узора я довязала перед провязав 4 лицевые и также закрываю 4 петельки на проймы провязываю первую петлю и затем вторую и набрасываю предыдущую это первая петля закрытия затем два три и четыре перечитайте петельки на спинке у нас их должно с вами остаться 51 петля на спинке было 55 и у нас ушел по две петли с каждого края спинки после того как мы убедились правильности подсчета мы продолжаем довязываем этот ряд уже до конца его я буду называть первым рядом от проймы обратите внимание сейчас мы перейдем на поворотное вязание и у нас чуть-чуть поменяю петельки свое положение стеночки и в конце первого ряда чтобы не было вот этого разрыва смотрите я добираю дополнительную петельку из первой закрытой петли переворачиваю вязание и сразу ее провязываю со следующей петлей набрасываю ее то есть мы просто убрали вот здесь наш переход чтобы не было ступеньки вот и теперь мы вяжем второй ряд от проймы я его провязываю изнаночными петельками за переднюю стеночку я довязала второй ряд переворачиваю снова вязание и у меня начинается 3 с этого ряда у нас уже будет как обычном поворотное вязание без какого-либо добора петелек либо их убавочек просто вяжем вверх прямое полотно при поворотном вязании лицевую я провязываю за заднюю стеночку то есть я петельки всегда вижу за правую стенку петли и так как мы перешли с кругового на поворотное вязание чуть-чуть посильнее подтягиваем ниточки так как плотность иногда может у нас отличаться там и с кругового переходим на поворотное вязание вязать я буду просто прямое полотно на высоту 36 рядов рядов это примерно 14 сантиметров